Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. В прошлой программе «Манафест» мы смотрели под разными углами на город Иерусалим. Сегодня мы находимся в археологическом парке. Справа от меня западная стена, и слева от меня мечеть — купол скалы. Это вторая часть серии «Предвестники Израиля». Мы поговорим о языческой составляющей восстановления Израиля. В конце книги Исаии, 66 главе, 8 стихе, пророк сказал нечто важное. И мы увидели это исполнившимся. Кто слыхал такое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Он говорил о народе, родившемся в один день. Когда наступил 1948 год, а именно 14 мая, британцы передали мандат на землю, которая тогда называлась Палестиной, и Давид Бен-Гурион объявил об основании государства Израиль. Это произошло в один день. И далее говорится, рождался ли народ в один раз. На месте слов «один раз» на иврите стоит слово, означающее «второй раз». Получается, возникала ли страна в один день? Рождался ли народ второй раз? Почему он так говорит? В 11 главе Исаии звучит пророчество. «И будет в тот день Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить себе остаток народа Своего, какой останется у Асура, в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Синааре, и в Ямафе, и на островах моря». Бог возвратит себе остаток второй раз. Первый раз иудеи были в рассеянии во время Вавилонского пленения, и через 70 лет они вернулись в Израиль. И второй раз они были рассеяны по всей Римской империи в 70-м году н.э. Сегодня здесь мы видим множество доказательств римской оккупации. Во время тура по Израилю можно увидеть камни с западной стены, которые обвалились в 70-м году. Но Бог возвратил Израиль в 48-м году, и страна родилась снова буквально второй раз. Библия говорит, что еврейский народ будет в неопределенный период времени жить среди языческих народов. Прочитаю вам эти стихи. «И будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимен среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него». Это книга Михея, 5-я глава. «Бог сказал, «Города ваши сделаю пустыню, опустошу землю вашу». Второзаконие, 28-я глава. «Небеса твои, которые над головой твоей, сделаются медью, и земля под тобою железом. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Земля будет опустошена». Книга Левит, 26-я глава. «Опустошу землю вашу, так что изумятся они враги ваши». «Будет земля ваша пуста». Книга Оссии, 8-я глава. «Все пророки говорят об опустошении земли». «Поглощен Израиль». «Теперь они будут среди народов, как негодный сосуд». Ну и еще одно место, Евангелие от Луки, 21-я глава. «Падут от острия меча и отведутся в плен во все народы». И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Сейчас на экране появится таблица, а для присутствующих здесь я прочту вслух. Эта таблица показывает, как на протяжении веков на этой земле господствовали язычники. С 333 года до н.э. по 63-й год также до н.э. в этой земле господствовали греки. С 63-го года до н.э. по 313-й год н.э. здесь господствовали римляне. С 313 года до н.э. по 636-й год здесь правила Византия. Византийцы — это христиане Восточной империи. С 636-го по 1099-й здесь господствовали арабы и мусульмане. С 1099-го по 1291-й здесь правили крестоносцам. С 1291-го по 1516-й год земля была под господством мамлюков. Это группа людей из Египта. С 1527-го по 1917-й год здесь правили османские турки. Иерусалим принадлежал им 400 лет. Они проиграли, и земля досталась британцам в 1917-м году. И они господствовали в этих землях до 48-го года. А в 48-м году эта часть Иерусалима, Восточная, была присоединена к Израилю. Земля была разделена, и часть земли под названием Палестина стала государством Израиль. Хочу обратить ваше внимание на то, как много язычников империи держали Иерусалим под своим контролем. В Евангелии от Луки мы читаем, Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников, то есть этому придет конец. Позвольте забежать вперед. Итак, в 48-м году Израиль стал государством, Иерусалим был разделенным городом, Иллионская гора, находящаяся за моей спиной, была арабским Иерусалимом. Тогда эта земля принадлежала Иордании. А с другой стороны, Иерусалим принадлежал частично христианам, частично еврейскому народу. Это была часть Израиля. Шестидневная война 1967-го года изменила этот город. Иорданцы потеряли контроль над западной частью Иерусалима. Израиль начал присоединять эти земли к своей территории. Это история о том, как был восстановлен Израиль. Главная дата — 1948 год. Люблю математические расчеты, но я попросил своего секретаря проверить их на калькуляторе. Так что, если что-то неправильно, виним во всем ее. Смешно вам, да? Итак, в 19 веке были писатели, книги которых очень трудно найти, потому что они не были переизданы. Так, в Кении я нашел книгу писателя по фамилии Уатсон. Со мной в Кении был наш служитель Джон Сиблинг, который учился в Государственном университете Луизианы, где на распродаже когда-то он купил эту книгу. Это одна из величайших пророческих книг 19 века. В ней профессор Уатсон спорит о том, что Иисус не может вернуться, пока не произойдут три вещи. Во-первых, Израиль должен стать страной. Это написано в 19 веке. Израиль должен быть государством, евреи должны вернуться в свою землю, и их столицей должен быть и Иерусалим. Он подтверждает все местами из Писания. В книге содержатся письма людей, которые не верили в это и оспаривали этот факт. Они считали, что Палестина вообще больше не имеет пророческого значения, и что церковь заменила Израиль. Он опроверг их мнение, полагаясь четко на Писании. Писатель по фамилии Блэкстоун повлиял на британцев 19 века касательно пророческого значения Палестины. Помните, что вся эта территория тогда называлась Палестиной? И сейчас прошу вашего внимания, хочу показать вам кое-что интересное. Это таблица, сделанная преподобным Гадби, доктором богословия, в 1896 году. Он написал полный комментарий к книге Откровения. Он заметил, что языческие народы использовали три календаря, используемые Библией и языческими народами. Это интересно, потому что мы полагаем, что все всегда пользовались лишь нашим календарем. Он говорил, что был лунный календарь, согласно которому, в году 354 дня. Он основан на лунном цикле 29,5 дней в месяц. Также он говорит о втором календаре, библейском, согласно которому, в году 360 дней. Когда мы читаем истории Ноя, там говорится о 150 днях, и что 360 дней — это один год. Если обратиться к книге Откровения, доктор Гадби отмечает, что там говорится об 1 260 днях, составляющих 42 месяца. Это соответствует пророческому календарю, в котором 360 дней в году. Наш третий календарь не такой. У нас в году 365 дней. Он выделил лунный календарь 354 дня в году. Пророческий календарь Бога в Библии — 360 дней в году. Ну и, конечно, третий — наш грегорианский календарь, согласно которому, в году 365 дней. Интересно. Он также отметил в книге Левит 26 главе такие слова. «Если при всем том не послушается меня, то я всемиро увеличу наказание за грехи ваши». То есть Бог привязывает число 7 к наказанию народа Израиля. Он задается вопросом. «А если Израиль под контролем язычников, как Бог увеличит наказание всемиро?» Он решил сделать нечто необычное. Он берет лунный, пророческий и солнечный календарь, подсчитывает количество дней в году в каждом из этих календарей и умножает их на 7. Посмотрим таблицу. Он умножает на 7 количество дней в году по лунному календарю, получается 2487. Затем он дни пророческого года умножает на 7, получается 2520, и затем умножает на 7 365 дней, получается 2555. Интересно. Но на этом он не остановился. Он взял эту концепцию из Библии. Немногие занимаются такими подсчетами, но это основано на Библии. Он заметил, что когда Бог судил народ израильский в пустыне, Он сказал им, «Вы не верили Мне 40 дней, поэтому Я накажу вас, дам вам за каждый день по одному году в пустыне». Поэтому они были в пустыне 40 лет. То есть за день непослушания Бог дал им по году наказания. В книге Иезекииля мы читаем, что он должен был 300 дней пролежать на одном боку. «Я бы в жизни не смог так долго пролежать». И затем, за грехи Иуды, он должен был 40 дней лежать на другом боку. Каждый день символизировал год их греха. Он лежит на боку 40 дней, что символизирует 40 лет. То есть в Библии у нас есть два примера, когда день символизирует год и наоборот. Подобную концепцию мы находим в фразе Петра «У Господа один день, как тысяча лет». Так что мы знаем, что это возможно. Итак, что он сделал? Он считает 2487 дней лунного календаря, как 2487 лет. 2520 дней пророческого календаря, как 2520 лет. Также он берет 2555 дней года, согласно солнечному календарю, и считает их как 2555 лет. Затем он задумывается над тем, когда было положено начало правлению язычников в Иерусалиме, и понимает, что все это началось с Вавилона. Когда вавилоняне пришли в Иерусалим и разрушили его, это положило начало языческому влиянию и их контролю над Израилем. Он использовал традиционную дату, принятую многими учеными, 587 год до н.э. Иерусалим попал в руки вавилонян. Он решил подсчитать, сколько прошло лет, прибавив годы от даты начала вавилонского пленения. Вы помните, что изначально это были дни. Он посчитал их за годы, чтобы увидеть, какая в итоге получится дата. Если вы возьмете лунный календарь и начнете с 587 года до н.э., он добавил 2487 лет лунного календаря, получилось 1891 год. Он взял 2520 лет пророческого календаря и добавил к 587 году до н.э. и так получается 1933 год. И когда он добавил к 587 году 2555 лет солнечного календаря, то что у нас получается? 1968 год. Я вижу, немногие понимают, о чем я. Надеюсь, скоро поймете. В своих подсчетах он написал в 1896 году, что мусульмане завоевали Палестину и захватили Иерусалим в 637 году и прогнали оттуда христиан. Даниил пророчествовал, что это будет продолжаться 1260 лет. То есть мы помним, что Даниил говорил о 1260 днях. Он превратил дни в годы, основываясь на библейском принципе, и он продолжает. Поэтому, согласно пророчествам, исламское правление закончится в Палестине в 1897 году. Когда мусульманство потеряет все господство в Палестине, не останется другой альтернативы, святая земля перейдет в христианство. И затем, в свои комментарии, написанные в 1896 году, он написал, «Я очень надеюсь, что святая земля попадет в руки Британской империи». Вы слышали это? Это стало более вероятным, поскольку барон Ротшильд, сын Авраама, офицера британского правительства, самого богатого человека в мире, выкупил эту землю. То есть Палестину. Как только власть турков падет, и это 1896 год, то есть как только падет Турецкая империя, Иерусалим и Святая Земля перейдут в руки христиан, но и это еще не все. Тогда эту страну передадут в руки евреев, ее законных владельцев. И это знаменательное событие прольет солнечный свет на христианский мир, 1896 год. Знаете, что произошло? Знаете историю, да? Он написал это в 1896 году, и тогда та земля была все еще под исламским господством. Но в 1917, после Первой мировой войны, пришли британцы и овладели всей той территорией, отобрав ее у турков. Земля принадлежала британцам с 1917 по 1948 год. И точно, как сказал Годби, ее передали еврейскому народу. А сейчас хочу сделать заявление, которое может кого-то из вас удивить. Некоторые из этих событий произошли благодаря таким людям, как Годби и как преподобный Блэкстоун. Я собираюсь проповедовать. Было время, когда в Соединенных Штатах и в Британии проповедники и люди, глубоко стоящие в слове, могли влиять на политических лидеров. Те прислушивались к проповедникам. Это было много лет назад. Но важно понимать, что тогда Америка и Британия были очень сильными христианскими странами. Они позволили этим проповедникам распространить книги среди членов парламента. Они читали эти пророчества и осознавали, что сами являются частью этого. Они не исполнили эти пророчества насильно. Невозможно искусственно сделать так, чтобы пророчества исполнились. Но когда была война, а именно в 1917 году, для британцев открылась дверь переехать в эти земли, а затем они вынуждены были уехать, потому что начался крах Британской империи. У них не было денег содержать там недвижимость. Они оставили палестинские земли, и земля была предоставлена еврейскому народу. Поэтому престарелые мусульмане, которые жили на территориях под названием Палестина, говорят, что это христиане помогли образовать Израиль. Но на самом деле это сделал Бог. Но он использовал для этого людей. Итак, Годби говорил эти слова в 1896 году. Вы знаете, что такое знаменательное произошло в 1897 году? Было организовано большое движение сионистов. Эта организация помогла Израилю приобрести свою государственность. Сионисты заявили в следующем, в 1998 году, что через 50 лет Израиль станет страной, и это произошло ровно через 50 лет, в 1948 году. Он также упомянул 1917 год. Именно в этом году Палестина перешла из рук Турецкой империи в руки британцев. Также он написал в своих расчетах, в своих комментариях, что 1933 год станет началом конца. Может, вы не знаете, но именно в 1933 году Гитлер стал канцлером Германии. Это привело к Холокосту, и позже следствием этого стало образование государства Израиль. Мир проявил сострадание к погибшим евреям и дружелюбно отнесся к Израилю. Также он сказал, что 1968 год станет началом второго этапа последних времен. В 1967 году этот город воссоединился как столица Израиля. Надеюсь, вы следите за ходом моих мыслей. Итак, к чему я это говорю? В книге «Деяния апостолов» сказано, что Петр проповедовал Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Согласно комментариям Вайна, греческое слово «совершение» здесь также имеет значение «восстановление». Я не стану произносить это слово. Доктор Эрингтон начал бы меня исправлять. Это мой профессор греческого языка. Это греческое слово встречается в Библии лишь однажды. Оно означает «сбалансировать счета». Также имеет смысл восстановить дорогу, на которой дыры. Ну и третье, самое важное ее значение — вернуть землю законным владельцам. Итак, Иисус сказал «до совершения всего». Он имел в виду не сведение балансов и не ремонт дорог. Он имел в виду, что страна вернется своим законным владельцам. Это восстановление начинается в 1948 году и продолжается в 1967, когда произошла ратификация Иерусалима. И продолжается по мере возвращения евреев в Израиль. Итак, что мы будем делать дальше? Я, как всегда, не успел охватить все, что хотел сказать. Остался еще целый ряд тезисов. Только не пишите «вышлите нам эти тезисы». Я просто не смогу переслать их всем. Вы все равно не поняли бы моих записей. Но, пожалуй, я продолжу третью часть серии «Предвестники Израиля». И, возможно, уже на следующей неделе я представлю вам 10 важнейших событий, их соответствия с пророчествами и исполнения в нашем поколении. Поэтому мы знаем, что Господь придет скоро. Есть те, кто считает, что для этого не обязательно существование Израиля, и чтобы столицей был Иерусалим. Но позвольте вам напомнить, что Мессия будет править из Израиля, и престол его будет в Иерусалиме, и это будет город для всех народов. И пока мы записываем эту программу, мимо нас проходят представители самых разных стран. Они приезжают сюда как туристы из Сингапура, Таиланда, Индонезии, России, даже из Китая, из США, Канады, Южной Америки, Африки. Это город для всех народов. Бог готовит его к концу времен в последние дни. Сейчас вы услышите о нашем новом специальном предложении. Этот ресурс, я верю, является одним из лучших пророческих ресурсов за 41 год нашего служения. И через пару минут мы с вами еще увидимся. Перри Стоун с удовольствием представляет свою новую знаковую пророческую книгу 2017 года «Поколение Откровения». В этой книге содержится пророчество и исследование, которого вы не найдете в предыдущих проповедях или книгах Перри. Новое исследование включает пророчества патриархов, таких как Адам, Енох, Яков, Моисей, Давид, открывающие события последних дней, описанные в еврейских писаниях. Перри изучил удивительные пророчества последних дней в иудейских источниках, таких как «Свитки Мертвого моря», «Документ Дамаска» и «Камень Гавриила», датированный первым веком нашей эры, найденным в «Свитках Мертвого моря». Перри лично видел этот камень, когда был в Израиле. Объясняя раввинистические пророчества, основанные на Библии, Перри доказывает, что Христос не мог вернуться до 1948 года, так как его возвращение связано с полным восстановлением Израиля. Он предупреждает о грядущих потрясениях в Америке, основанных на словах, сказанных в книге пророка Исаии о нашей стране. Перри исследовал 14 предвестников Израиля, указывающих на возвращение Христа. Он включает пророчества, которые скрыты в иудейском календаре и раскрывает их значения. Также в книге Перри есть глава, повествующая о еврейском алфавите и соответствующих цифрах, предсказывающих ход выборов. Используя места из Торы, которые читались в иудейских синагогах, до, во время и после инаугурации Дональда Трампа, Перри откроет важные моменты развития событий во время президентства Трампа. Такой же метод он использовал во время президента Буша и Обамы. Этот метод объясняет только главные пророческие периоды. Также книга объясняет битву за Храмовую гору. Новая книга является частью набора, в который также входит аудиозапись самых недавних пророческих перспектив Перри под названием «Лидеры Америки и Божье проведение», а также аудиодиск «Злые духи на высоких постах». Он покажет вам две основные причины, почему произошли изменения в лидерстве Америки и расскажет о духах, стремящихся поставить Америку на колени. Заказать наше новое предложение вы можете по телефонам, которые видите на экране. Дамы и господа, как бы вы ни относились к результатам выборов в США, я надеюсь, что вы прочтете мою пророческую книгу, в которой пророчески объясняется, почему произошло то, что произошло. Поэтому пока предложение в силе, поспешите приобрести эту книгу. Я вкратце расскажу наше расписание служений. Мы будем служить в городе Логан, Западная Вирджиния. Служения будут проходить с пятницы по воскресеньям. Мы приглашаем всех, просто приезжайте и будьте с нами. Также 7 июня у нас будет одно служение в церкви Либерти Сквер в Картерсвилле. Конференция «Высвободи рёв» в Нью-Олбани, штат Огайо, с 23 по 25 июня. И летний «Вориор-фест» для молодёжи. Регистрируйтесь и приезжайте на летний «Вориор-фест» в июле. Более подробно о нашем графике вы можете узнать на нашем сайте. Я уже делился с вами в прошлой программе о том, что мы получаем всё больше историй о мощном движении Бога. Чудеса, исцеление, освобождение. Иисус является людям в их больничных палатах, входит в дома, является представителем других религий. Дамы и господа, Бог движется, и нам повезло, что мы живём в такое время. Тысячи людей приезжают к нам в Центр Омега на наши конференции. Я заметил, наблюдая за различными городами Америки, что многие люди переезжают из городов в сельскую местность, ближе к природе, ближе к горам. Это на самом деле исполнение пророчества о последних временах. Я молюсь о тех людях, которые вынуждены растить своих детей в опасных районах. Мы молимся о том, чтобы Бог защитил вас, вашу семью, ваших детей, потому что многие не могут просто так сменить место проживания. Я прошу Бога послать ангела, который будет защищать ваших детей по дороге в школу и когда они будут возвращаться домой. Пусть Бог сохранит и защитит вас и ваших детей. Однажды мы все окажемся на небесах, и нам не нужно будет беспокоиться о том, что тревожит нас здесь. Мы любим вас и надеемся встретиться с вами в нашей следующей программе. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к нему в туре по Израилю с 21 по 31 ноября. Вы можете посетить город Петра в Иордании. Всю информацию вы можете получить по телефону, указанному на экране, либо на нашем веб-сайте. Места ограничены. Звоните прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok